Если ты в той ситуации, что тебя отправили в отпуск или уволили, и тебе нужно выбирать между тем, чтобы тебе сегодня заплатить банку и остаться без денег, или же тебе просто ставить себе деньги и пойти что-то купить, то понятное дело, что, скорее всего, люди выберут второй вариант, что будут все-таки что-то покупать, потому что они не знают, когда в следующий раз у них будет доход. И мы не знаем, никто не знает, насколько ситуация будет долгая. Поэтому совет в первую очередь – это не покупать какие-то вещи, которые не являются для первой необходимости. Второе – это пересмотреть все-таки свои кредиты, потому что в кредитах можно тоже идти в процесс договоренности. Если вы не можете сейчас платить на сегодняшний момент, то попробуйте договориться с банком или с кредитным учреждением своим, с кем вы сотрудничаете, что, может быть, этот платеж можно или вообще отложить на какой-то срок, если вы являетесь особенно их долгосрочным клиентом. Второй вариант – это можно просто сделать дольше срок этого кредита. То есть, если вы сегодня у вас был кредит 2 года, срок сделать больше, и этим же уменьшить ежемесяц не платеж. То есть, если был на 2 года кредит, и ты платил 200 евро в месяц, то ты можешь его растянуть на 4 года и платить 100 евро в месяц вместо этих 200. И таким образом уменьшить, что платёшь, и ты сможешь всё-таки продолжать платить и не попасть в список должников. И если вопрос сразу становится о том, что, ну, почему на 4 года, и что теперь мне нужно будет 4 года платить этот кредит, то нет. Тогда, когда улучшится ситуация, вы сможете платить обратно те же деньги, то вы можете позвонить в банк и сказать, что вот я теперь хочу обратно 2 года, и я готов платить больше, они всегда примут ваши деньги и укорочат этот срок. И третий вариант – это всё-таки рефинансирование, потому что у разных банков и у разных компаний разные совсем ставки. И я думаю, что тоже здесь имеет место быть, чтобы рассмотреть вариант рефинансирования. То есть, если у тебя есть сегодня кредит, или даже, может, если у тебя есть не только один, а у тебя есть несколько кредитов, ну, вот, допустим, ты брал в лизинг телевизор, или покупал велосипед, и ещё делал ремонт в квартире, и у тебя получается так, что у тебя 2 или 3 кредита, которые ты до этого платил, всё было окей, но сейчас ты не можешь, поэтому можно посмотреть просто объединение кредитов или рефинансирование, как реструктуризировать правильно свои финансовые платежи, то есть, чтобы платить меньше ежемесячную плату. Я думаю, что в этом плане не нужно лениться, и всё-таки мы сидим дома, не выходим, услуги доступны онлайн, мы понимаем, сколько мы платим, мы понимаем, какой везде процент, просто можно отправить заявку и посмотреть, что кто предлагает, и, возможно, получить просто меньше платёж, или же, таким образом, отсрочить свой платёж. Потому что, если эта ситуация, она недолгосрочна, и было бы, я думаю, что очень глупо всё-таки попасть в базу должников, чтобы из-за какого-то мелкого кредита или из-за какого-то происшествия, которое вот сейчас есть, а потом его нет, было бы глупо попасть, потом не иметь возможность взять ту же ипотеку. То есть вот, да, вы взяли кредит один-второй, у вас телевизор, ещё что-то, вот выплатили, всё классно, берёте ипотеку. Но если всё-таки вы не можете, то нужно подумать о своём финансовом здоровье, о финансовой стабильности, чтобы туда не попасть. Потому что, ну, в будущем, ведь кто-то захочет купить квартиру, я думаю, и на это нужна ипотека, и не надо портить свою кредитную историю.